Если вы не участник Бильдербергского клуба и не входите в рейтинг журнала Forbes, то вам в помощь полезные советы. А они, как известно, дороже золота. Программа подсказки потребителю рассказывает, как экономия добиться благосостояния семьи. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От вируса не спасут. Единственная действенная защита – это прививка. В Омскую область уже поступило 240 тысяч доз вакцины. Бесплатные инъекции делают и детям, и взрослым. Молодец. Спиночка какая-то. У нас суперки были? Сейчас вроде все прошло. Перед прививкой ряд обязательных процедур. Градусник должен показать 36,6, горло отличаться здоровым цветом, а педиатр не услышать лишних хрипов. Вакцину получают только здоровые дети. В этом году мы прививаем вакциной сов и грипп. Реакции никаких еще ни у кого из детей не отмечены. Вакцина не реактогенная. Никаких последствий побочных не случается. Что может быть? Это субфибрильная температура и покраснение в месте инъекции. Супертонкая игла и мастерство медработников. Инъекция занимает меньше минуты. Но маленькая Яночка все равно расстроена. Девочка боится уколов, поэтому сегодня для поддержки папа. Мужчина говорит, каждый год осенью вся семья проходит вакцинацию. Я поддерживаю вакцинацию от гриппа. Я помню, что нас всегда в школе и в садике. Мы всегда ставили. И никаких не было потом болезней. Мы все бегали всегда на улицах, все помнили, да, и в снегу, и как-то же пережили. То есть я считаю, должны ставить вакцинацию. Это полезно, я думаю, для организма. Не зря же это придумали. Здоровьем детей рискуют немногие родители. По статистике в Омске лишь 5% мам и пап отказываются от вакцинации своего малыша. Но к себе взрослые относятся более пренебрежительно. В основном прививки ставят те, кому по долгу службы. Необходима вакцинация. Это работники сферы образования и медики. Остальные делать укол здоровья не спешат. Между тем, предупреждают врачи, грипп весьма опасен. И в первую очередь своими осложнениями. Помимо того, что вирус сам по себе, гриппа, иногда у некоторых пациентов тяжело переносится, он у хронических больных может давать осложнение. Одно из грозных осложнений является пневмония. Вирусная пневмония у пациентов развивается намного быстрее и очень часто носит летальный исход. Поэтому вакцинация необходима, поскольку она является профилактикой данного осложнения. Сторонники вакцинации напоминают, такие страшные болезни, как корь и полиомиелит, удалось искоренить именно благодаря прививкам. И верят, грипп тоже можно победить. Сколько лет ставлю? Уже 6 или 7 лет. У меня ничего такого нет. Насморк иногда бывает, но это такое. Так что никаких проблем. На больничном не сидел ни разу еще с гриппом. Малышам от 6 месяцев до 3 лет прививки ставят в детских поликлиниках, как дошкольникам, в детском саду, ученикам, в средних образовательных учреждениях. Взрослое население может получить бесплатную вакцину в поликлиниках по месту жительства. Рекомендуем вакцинацию всем лицам. Во-первых, в группе риска люди старше 60 лет, дошкольные, возраст, школьники и люди с хроническими заболеваниями. То есть это бронхиальная астма, сахарный диабет и особая группа риска – это люди, которые страдают хроническими заболеваниями легких. В этом году вспышка гриппа ожидается в декабре. На Омск надвигаются неведомые сибирякам штаммы. И хотя прививка не гарант полной безопасности, но заболевание, утверждают медики, будет проходить в более легкой форме. Чтобы выработался иммунитет, вакцинацию нужно сделать до ноября. И тогда сезон гриппа, а мечи встретят во всеоружии. Совместить учебу и работу этой осенью стало реально. В Омске проходит трудовая акция «Молодежь за чистый город». Свободное от интегралов и произведений русских классиков время, подростки убирают парки, скверы, пришкольные территории и получают за это деньги. Сбор мусора – основная задача бойцов трудового отряда. Сегодня десант высадился в Чкаловском поселке. Всего 15 минут работы и мешок с мусором уже практически полон. За смену ребята собирают десятки килограммов бытовых отходов. Иван учится в 10-м классе. Летом работал на озеленении города. Говорит, трудиться понравилось, поэтому решил и во время учебы продолжить следить за чистотой Омска. Считает, что одно другому не мешает и успеваемость не снизится. Нет, совершенно не помешает. Выбрал себе идеальное время. Какое? Ну, после учебы сразу же. Сегодня по субботам мы просто не учимся. Ежедневно ребята заняты уборкой всего час. Каждая смена длится месяц. По ее окончанию школьники получают заработную плату. Приоритет при трудоустройстве в службе занятости отдают ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. Но любой подросток от 14 до 18 лет при желании может поработать на благо города. К труду при общении, к общественно полезному, так скажем. Ну, во-первых, сплочение коллектива тоже самое происходит, общение дополнительное. Марина с удовольствием откликнулась на предложение поработать осенью. Прохладная погода не пугает, ведь теплые отношения в коллективе и ударная работа согревают. Девушка планирует все заработанные деньги отдать родителям. Я как-никак смогу сама их заработать и родителям как-то помочь, что они почему-то всегда должны тратить на меня их. Вакантные места на октябрь еще есть. Для того, чтобы трудоустроиться, школьнику необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства. При себе надо иметь паспорт, справку из учебного заведения, медицинскую справку с НИЛС, ИНН, 4 черно-белых фотографии, 3 на 4, согласие родителей на осуществление их ребенком трудовой деятельности. Акция продлится до ноября. Всю информацию по трудоустройству подростков можно узнать по телефону 24 22 77. Фон что-то не очень, да и на лице какие-то тени. Ну как такую фотографию можно выложить в сеть? Если вы мечтаете делать красивые снимки, от хочу да могу один шаг. Сейчас идет набор в бесплатный фотокружок при клубе Гайдар. Преподавание ведется на таком высоком уровне, что в дальнейшем фотография становится даже источником дохода для воспитанников центра. Остановить мгновение сегодня проще простого. Нажал на кнопку телефона и снимок готов. Но чтобы фотография собрала много лайков, быстрой реакции недостаточно. Необходимо освоить правила построения кадра, выбора освещения. Всем премудростям фотографического искусства на своих занятиях учит Максим Кармаев. Он сотрудничает с федеральными изданиями, в его портфолио снимки первых лиц государства и огромный опыт репортажных съемок. Сейчас все пользуются фотографиями. Кто-то фотографирует на телефон, кто-то фотографирует на профессиональный фотоаппарат. Фотография сейчас в моде. Вот мы обучаем красиво фотографировать. Роман-музыкант фотографией увлекся несколько лет назад. Тогда он раскручивал свою вокальную студию и без красивых снимков в интернете было не обойтись. Максим дал джазмену основы фотосъемки, но этого Роману показалось мало и он решил продолжить обучение. В последнее время появился такой интерес не просто фотографировать, а делать обработку фотографии. И Максим, кстати, меня консультировал в этом направлении. В фотокружке репортер научат не только обрабатывать кадры, но позировать и работать с моделями. Фотосессия – серьезный труд. Чтобы снимки получились хорошо, люди должны доверять фотографу. А для этого он должен быть немножко психологом. Все эти знания только в плюс начинающим репортерам. Съемки, созерцание прекрасного, участие в выставках формируют вкус ребенка, расширяет его кругозор. Когда ребенок научится фотографировать, это может перейти из хобби, может перейти в профессию. А может дальше и на этом научиться зарабатывать. Можно и пойти сейчас к популярной свадьбе фотографировать, можно и парочки фотографировать, можно и предметной съемкой заниматься. Занятия в кружке бесплатные, не требуют дополнительных вложений, ведь сделать хороший снимок можно и на телефон. Фотокружок принимают всех желающих от 8 лет и старше. Уроки проходят раз в неделю, по вторникам в полседьмого вечера. Узнать дополнительную информацию и записаться в студию можно по телефону 8 904 824 65 70. Рачительный хозяин, как и разведчик, должен иметь горячее сердце и холодную голову. Откажитесь от спонтанных покупок, кредитов и возьмите бразды правления своим кошельком в твердые руки. Уважаемые зрители, мы ждем от вас вопросов и откликов. Оставляйте свои сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю ВКонтакте» или на сайте нашей телерадиокомпании. А на этом у меня все. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин